В этом видео я дам человечеству тысячу лет, прежде чем нашлю на них апокалипсис. Каких успехов достигнет человечество и сможет ли по итогу выжить. Но для начала нам понадобится карта обычного мира. И давайте заселим первых людей. И заселим мы их не куда-то на континент, а именно в океан. Это для того, чтобы люди сами построили государство там, где они хотят. И вот начинают появляться первые государства. И самое из них густонаселенное это вот это. Увуха офмун. 51 человек. Из мировых законов мы выключим восстание. Также выключим другие бедствия. А природные катаклизмы на этот раз оставим. Все государства уже построили очень много палаток. У кого-то вообще уже есть дома. А у кого-то вообще целые ратуши. Так еще и есть порты. У нас, кстати, прошло уже 13 лет. И у кого-то уже началась война. Это государства Зе Эхи и Щикип оф Сан. Как они только будут воевать, это пока неизвестно. Но давайте государству Зе Эху как-то поможем и проведем такую вот терапинку. Атакуйте, мои друзья. Let's go. Ей, я им помог, и теперь у них есть дополнительное поселение. В общем, в мире сейчас происходят массовые сражения. Прошло у нас уже 25 лет. И вот так выглядит наша карта. Государства уже разрастаются до нормальных размеров. И почти каждый имеет по несколько поселений. Тем временем, в Африке уже есть одно супер государство. Гуцуну Хегемония. В котором уже насчитывается 378 человек. А вот если смотреть в целом на развитие государств. То они уже построили деревянные дома. У кого-то уже есть мельницы. И можно сказать, человечество уже подходит к каменному веку. А еще в мире началась эпоха слез. Теперь человечество ждет несколько лет подряд непрекращаемые дожди. Еще я наблюдаю огромное противостояние государства Соу Империум и Коу оф Мун. И они даже не представляют, что будет ждать их потомков через 950 лет. Упал, кстати, метеорит вот на эти земли. Конечно, пострадало немного домов. Но зато у людей появилось немного адамантия. А можете ли вы себе представить, такое маленькое островное государство смогло захватить такие земли в Африке? Я и вообще не понял прикола, как это возможно. Прошло уже 200 лет. И посмотрите, как развилось это маленькое островное государство. Оно захватило почти полностью весь этот континент. Теперь вы все знаете, что размеры не имеют значения. Если посмотреть на запад, то здесь у нас государство под названием Соу Империум. Которое захватило всю Южную Америку и почти всю Северную. Если смотреть на развитие, то у всех почти такие же деревянные дома, либо каменные. Упора, так понимаю, идет не на развитие, а на войны. Поэтому человечеству пока некогда еще развиваться. В общем, и целом прошло у нас уже больше тысячи лет. И осталось у нас всего лишь два великих государства. Это Соу Империум и государство Зе Юг. Если посмотреть на развитие, то где-то еще деревни, а где-то уже настоящие промышленные города. Уже есть заводы, очень крутые пушки. Вот такие вот небоскребы. Некоторые города развились уже очень даже хорошо. Ну а некоторые зависли на каменных домах. Ну и собственно говоря, пришло время для апокалипсиса. И наступили темные времена. Около сотни магов зла появились в Африке. Смогут ли люди, имевшие современное оружие, уничтожить это зло? Неизвестно почему, но эти маги лишились своего главного оружия. Почему у них нету посохов? Очень и очень странно. Ну и хочу рассказать, что люди смогли справиться с этим недугом. И так сказать, они не обошлись большими потерями. Вы давно хотели зарегистрироваться на сайте 1Х, но все, никак не могли этого сделать. Самое время действовать. Сейчас проходит масса интересных спортивных событий. А у 1Х, как всегда, самые высокие коэффициенты. Быстрые выплаты и максимально удобный сайт. Настраивайтесь на волну удачи с 1Х. Переходи по ссылке в описании и выигрывай с моим промокодом. Ну что ж, пришло время следующего события. Всю Северную Америку мы заселим опухолью. Вот так вот. Люди, мы так понимаю, вообще на все это все равно. Они не видят в этом никакой проблемы и уничтожают ее. В зимнем биоме опухоль вообще не распространяется. Хотя если одолеть, то здесь ее просто куча. А вот если приближают, то ее здесь нету. Но это, видимо, какие-то уже баги. И, кстати, эту опухоль уже подожгли. Поэтому можно сказать, что с этой угрозой человечество справилось. Ну что ж, теперь играем по-крупному. Кидаем сюда огромное количество НЛО. Как вам такое? Что происходит? Это реально какой-то апокалипсис. Такого явно никто не ожидал. Все настолько масштабное, что у меня просто залагало. Центральная Адия была у нас уже разрушена. Также решил кинуть сюда монету бесконечности. Минус 8 тысяч существ. Это для того, чтобы оптимизировать наш процесс. В общем, с НЛО люди уже с трудом справляются. Почему когда НЛО падает, она начинает вот так у тебя странно очень вести? Ну и в целом, я так понимаю, люди также с этой проблемой справились. Но потерь уже куда больше. И следующее событие это адские крепости. То есть демоны. Кинем их туда же, куда и кидали НЛО. Началось нашествие демонов. Тут какой-то отважный чел, который украл у НЛО вот такое вот оружие. Ну и, к сожалению, он умер. А вот демоны все время делают свое наступление. Так, сюда мы кидаем огромное количество холодков. Let's go! Также сюда кинем ледяные башни. Не, ну с холодками люди вообще с легкостью справляются. И адские башни, кстати, тоже уже полностью уничтожили. А демонов просто убили. Да, ну люди что-то вообще обнаглели. Поэтому мы кидаем к ним Крабзилу. А вот Крабзиле вы ничего сделать толком не сможете. Уничтожаем остров Мадагаскара. Какое-то бессмертное здание. Что это такое вообще? Что? А каким образом я умер? Что за хрень? Какого хрена? В общем, теперь я устрою для вас реально тяжелое испытание. Собираем тупо всех людишек на этой земле. Посмотрите, какая огромная воронка получилась. И отправляем их всех в Южную Америку. Ё-моё! И они начали убивать друг друга, потому что тут находятся так же как и враги, так и союзники. А этот континент мы уничтожим. Кто здесь остался? Сори. И Северную Америку мы тоже, пожалуй, уничтожим. Отсоединим Южную Америку такой огромной стеной. Теперь по кругу всего этого острова мы заселим тысячу зомби. Let's go! Этой части явно уже хана. Ну а здесь люди даже не подпустили к себе этих зомби. Но тут все-таки они проломились. А давайте накиним сюда несколько дракончиков. Люди их вообще не атакуют. А, и как я одоляю, они сразу начинают их атаковать. Ё-моё, что здесь происходит? Сделаем вот так вот. Люди их просто убивают за несколько секунд. Они просто их обстреливают и не дают им никакого шанса. Хорошо, а как вы справитесь с Крабзилой? Ну пока никаких проблем я не наблюдаю. Я их просто испепеляю. Нет, ну все-таки они меня убили. Так, собираем еще раз всех людей. Это дракон-зомби! Ё-моё! Я такое наблюдаю впервые. Сокращаем этот остров еще на очень много территорий. Что за лаги? Я вообще не понимаю, что это? Посмотрите. Как это возможно? Ну в общем, я вроде бы все починил. И теперь мы кидаем еще раз сюда куча зомби. Теперь надеюсь, все будет окей. И это, кстати, последнее испытание, которое я устрою сегодня. Если не выживут, ну значит все, пока. Я вообще не понимаю. Ну как они выживают? Как у вас это получается? Если что, эту карту можно скачать у меня в Телеграме по ссылке в описании. Ну а вы будете жить долго и счастливо. Шутка. С вами как всегда был Сирибекс. Всем удачи и всем.